Оверпасс появляется на наших экранах, дорогие друзья, всем еще раз добрый вечер! С вами Рухаб, с вами Ухо Инканис и команды B.I.G. и Фейсклан, которые начинают играть на первой карте. Пистолетка Фейсклан в защите. B.I.G. атакуют, есть у них молотов, есть два дыма. Рейн бежит с армором на длину. Тут B.I.G., по-моему, сейчас как раз-таки будет встреча с Рейном. Рейн, Рейн, Рейн! Три минуса, два минуса от Рейна, Керриган также подключается забирать еще одного игрока. Ну вот, происходит то, что происходило против команды G2, в том числе, когда на USP Фейзы очень жестко стреляют и без шансов забирают пистолет. И пистолет у этой команды слишком сильный. Ну, с этим даже не приходится спорить, потому что у нас команда Фейз как-то разбирается вообще без шансов. За контртеррористов мы с тобой уже видим эту картину три дня подряд. B.I.G. потеряли двух игроков в начале раунда тут же в детской площадке. Там третий от Керригана залетел. Ну и все. Практически тут в той ситуации, вернее, закончился раунд. Было тяжело. Ну, нужно покупать, нужно отвечать. Есть диглы от Тапсона, Гоби, Киева, Легия. П.250 от Nexa. Выход на мидл. Тут работает Guardian. Стоит отметить то, что Словак в этом раунде вместе с Рейном с М4А4. Фармган только у Олафа и Нико. Керриган с Фамосом. Пока что без какого-либо контакта. На миде была попытка, но до первой крови не дошло. Медленно играет B.I.G. Заняли они мидл. Возможно, сейчас будут чекать длину. Легия стоит под B. Олафмейстер на своей позиции чекает болото перед B-плентом. Там 2 плюс 3 стоят фейзы. Укрепление на 3 игрока даже. Нет, все-таки на B3 игрока. Керриган стоит ближе к девятке. Рейн просматривает машину. Ну и что дальше? B.I.G. Перестрелочка на ланге. Киев пытается найти фраг. Ну, все очень медленно. Тапсон уже подходит под туалет. И, в принципе, отсюда уже можно атаковать. Но есть небольшие гранаты. Два смока. Есть молотов. И, в принципе, от всего этого можно сыграть. Гардиан забирает Киева на длине и принимает дугу. Флешка в лицо. Гардиан пока что не может работать. Вместо него это делает Рейн. Два минуса от Хаварда. Гардиан тоже подключается после этого. Гардиан. Еще один хайдшот. И распадается абсолютно вся команда B.I.G. При этой попытке выхода на точку А. Отличное начало для фейсклан. Все перекрывается. Все очень хладнокровно. Но вчера Алексей был холодный душ на самом деле. И после него стоит верить, что команда все-таки выйдет. И уже со свежими мыслями будет играть против не самого сильного коллектива. Этой пролиге, ребята, напоминаем то, что 14 команд борются за выход в ландфинал. Это 6 слотов от Европы. 6 слотов от Америки. И, конечно же, это город Оденс. Это Даня и это Олафмейстер, который врывается на зиг. И минус 3 уже фармит кивы. Некс миссис Дапсоном ничего не смогли поделать. Нико делает то же самое под Монстром. Забирает только Гоби. Легия отвечает. Но долго не проживет Олафмейстер. Монстрки очень много денег сейчас зарабатывает им на Кьейбер для своей команды. Ну что, закуп сейчас будет у B.I.G. Парни будут играть без АВП. 5 калашей. Ну и смотрим, что предложат. Олафмейстер играет на МП9. Интересно. Может, в принципе, с этим автоматом легким можно ворваться куда-нибудь в коннектор. И там сделать ветер. Возможно, Олафмейстер так и сделает. Интересно, как будет играть Словак. Откидывает гранату на шарики. Тут же идет перетяжка на длину. Тем временем команда B.I.G. подходит по точку B. Олафмейстер рвается. Слепущий Валекию замечает еще и Керриган вместе с ним. Но это путь в никуда! Что они вообще делали? Нэкс тоже забирает нику. Разваливается точка B. Просто Керриган в коридоре бежал и его очень легко убили. Тапсон делает минус. B.I.G. отвечает. Берут первое оружие на раунд. Это жесть. Быстро заканчивается у нас вот этот выход от команды Фейсклан. Ну, слишком уж агрессивно. Где-то, может быть, не хватило флэшек под точку B на монстр. И там можно было как-то развернуться. А так получается то, что одна флэшка прилетает. Да, там Легия слепой. Но при этом масса игроков просто смотрит в одну позицию и косит всех. И еще и Нэкс выходит с монстра и забирает нику. Ну, такой себе раунд. Но попытка сыграть агрессивно от команды Фейсклан. Понятно, что следующий раунд будет бай. Гардиан попытается засейвить АВП. Ну, и АБИК особо его искать не будут, потому что нужно укреплять свою экономику. Нельзя терять калаши. Да, здесь нельзя терять калаши. Взяли раунд, потеряли только одного игрока. И тут нужно укрепляться по деньгам, потому что дистанция может быть очень-очень длинной. Как мы отмечали, у Фейзов будет сейчас закуп полноценный. Там у Олафа 9К. Поэтому, в принципе, по-любому, по-любому сейчас Фейзы будут закупаться. И теперь уже вопрос в том, что, скорее всего, они не будут делать того, что делали в прошлом раунде. Попытаются сыграть как-то более закрыто. Возможно, 3 плюс 2 просто станут. Не будут занимать коннектор, не будут агрессивно играть на этой позиции. Ну и смотрим. Стандартный, наверное, расклад для АВПера, АВП-100, снайпера, Гардиана. Он занимает здесь бортик, с которого пытается найти фраг. Выстрел в никуда. Рейн там уже сидит на фонтанах. Ну и БиАйджи сейчас должны понимать, что, в принципе, на этой позиции может быть оппонент. Это, на самом деле, очень опасно. Могут они прочекать Рейна. Хотя очень медленно здесь двигается команда БиАйджи. Гоби до сих пор вместе с Тапсоном в яме. Тут же летит флешка. Нет, это даже смог полетел. Мотов на шарике. Рейн до сих пор сидит в этой позиции. И прочекали, прочитали, как открытую книгу. Это первый минус от команды БиАйджи. От Гобоби. Гардиан на банане. Тут еще летит Молотов под него. Ну, по позициям, по гранатам, конечно, очень круто играть сейчас атака. Но было видно, что БиАйджи готовы к выбиванию этого фонтана. Играли они очень медленно, закрыто. А теперь новая история, новое испытание. Это Гардиан. Гардиан отлично играет на дуге. Находит минус под Гобоби. Тапсон сейчас может отлететь также в туалетах. Откидывается ХАЕшка. Тапсону нужно просто уходить. И он стягивается в сторону точки Б. Олфмейстер контролит дугу. И сейчас фейзы будут читать. Они будут читать своих оппонентов, как открытую книгу. И понимать то, что уже это выход на Б-точку. Итак, Нико на монстре. Монстр Нико. Есть минус, но только один. Некс уже отвечает. Не монстр. Все-таки в три ситуация. Бомба будет поставлена. Молотовлетит под Керригана. Олфмейстер добирает все-таки Некса. Ну и Киев 52 хп. Легия тоже имеет проблемы. Спускается за плент. Олфмейстер через Зиг. Тут закрыты оба игрока команды Б.И.Ж. Очень тяжело будет играть против большинства. Гардиан. Выход на мужика. Просто забирает соперника. Киев последний. И нет. Не получается забрать Олфмейстера. Это четвертый раунд для команды Фейсклан. Хорошая защита. И вот он Гардиан, который сегодня подключается. Сегодня уже есть агрессия. И здравые такие минусы. Уверенность. Приятно наблюдать. Отличная работа в ретейке от Фейсклан. Грамотно сыграли. Все было хорошо. На выбивании действовали безупречно. Ну и смотрим. Теперь закуп у команды Б.И.Ж. Деньги есть. Деньги есть. Дропается ВП Киву. Также покупаются калаши. Ну и Б.И.Ж. Нужно что-то предлагать. Нужно предлагать и как-то ломать экономику своих оппонентов. Потому что раунд 2 и там уже все будет очень хорошо. Так все в принципе-то неплохо. В 2 АВП позволяют себе играть Фейзы. Но Б.И.Ж. Нужно ломать экономику. Нужно делать фраги. И вообще цепляться как-то за эту игру. Потому что если вот так вот будет дальше продолжаться. Фейзы просто вот так катком будут ехать. Ой-ой-ой. Оулов. Под свой же смог. Выход на болото Легия не ожидал. Такой агрессии от соперника. От соперника. И тут конечно не было даже никого, чтобы разменять Легию. Некс. Своей позиции говорит о том, что возможно будет попытка выхода команды Б.И.Ж. На точку А. Киев только вот остается под Б. Воу. Не залетает по Олафу. Очень опасно. Гардиан находит Гоба Би. Это банан. Фейз. Клан доминирует в этом раунде над своими соперниками. Киев последний тут под Б. Шанс для своей команды. Но нет. Отлетает без шансов от Керригана. Который после этого только получает флэш. Но как-то совсем не вместе сейчас действует немецкая команда. Некс последний. Забирает Олафа и отлетает от Нико. Работа от Фейз. Клан и неуверенность Б.И.Ж. В очередной раз. Не смотрится. Совершенно не смотрится Б.И.Ж. Очень слабая игра. Очень слабый старт на оверпассе. Хотя первый оружейный раунд вроде как давал надежду. Но нет. Сейчас вынуждены делать экономический раунд Б.И.Ж. По фрагу пока у Гоба Би и Кива. Два фрага у Тапсона. Некс 3 и Легия. Также два фрага. Но не идет игра у Б.И.Ж. Не знаю. Тут есть ли какой-то план Б вообще у немецкого коллектива. Возможно мы поймем это через раунд. Другой. Керриган занимает шарики. Делает минус по Гобу Би. Отличная стрельба от Кина Андерсона. Еще один минус. Трипл килл уже в этом раунде. Легия и Некс последние два игрока. Приходят. Тут Лофмейстер подфармить. Но Легия и Некс говорит. Ребята, здесь легкой прогулки не будет. И делают по фрагу в ответ. Так. Стоит немного вдохнуть воздуха. Фейсклан остановится. Можно наломать дров. Так. Отдали фармгана. Отдали эмку. Тут Гардиану ни в коем случае нельзя забирать. Опять же таки нужно контроль на точка. Потому что не было информации по длине. Только одного соперника видел на банане. Легия тем временем подходит по уборной. Вместе с ним его тиммейт. Ну что ж. Будет попытка выхода на точку А. Там только один Словак. От него сейчас зависит успех. Этого раунда. Некс Легия. Есть вариант зайти поставить бомбу. Но надо пройти Гардиана. А Гардиан здесь. Гардиан на оверпассе как рыба в воде. Тут он себя чувствует прекрасно. Ты видишь. Рейн вместе с Ником. В принципе даже никто не стал там особо перетягиваться. Словак сказал я сам. Все. Сработал. 6-1. 5 раундов преимущества. Да. Сейчас будет байт команды B.I.G. Но. Что они будут предлагать. Потому что пока что соперники их укатывают. Они постоянно поджимают. И постоянно это разные позиции. У нас поджималась уже длина. Мидл поджимался. Точка B. И монстр. И болото. То есть очень себя открыто чувствует команда Фейскланд в этом матче. Но еще нужно учитывать то что например B.I.G. Не могут вообще вскрыть дугу на которой стоит Гардиан. Он там с Рейном работает. Сейчас они кстати поменяли расположение. Они сделали упор на лонг. И вот B.I.G. Скажем так. При подступах к A. Точке. Они не могут даже подготовить платформу. Ты понимаешь. Они не могут дойти до плента. Почему они пытаются идти на B. Это знаешь такая черта команды. У которой слабая игра в атаке на любой карте. То есть если она часто ходит на B. А на B типа вроде как если ты зайдешь. То удержать ее легче эту точку. Поэтому они собственно и пытаются вот вскрыть B. Но ребята вы такими тактиками не выиграете просто карту. Тут нужно что-то поинтереснее предлагать. И вот сейчас возможно даже B.I.G. Это понимают и уже заняли мидл. И под флешку там кто-то что-то какой-то экшен. Интересный. Рейн на длине. В начале туалетов Керриган и Гардиан с АВП. А вот B.I.G. Тусят перед Канек. Очень слабая игра пока вот сейчас. Вот на этом тайминге. В этой всей ситуации. Но очень слабая игра. Киев забирает агрессивного Рейна. Но выход-то у нас будет на точку B. Тут Нико. За монстром замечает соперник от Олеги. Не выходит через ИК. И дальше только молотов в руках у Нико. Который может остановить выход соперников. И еще и Олафмейстер. Который только одного забирает. Тапсен на размене. Но долго не хватило Нико. Тут же АВП работает дальше. Замечает тень соперника. Но не убивает. Это Киев который пытается выйти. И у него это получается 2 в 2 ситуация против Гардиана и Керригана. И есть минус по капитану вражеской команды. И Гардиан последний. Нужно тащить 8 секунд уже. Неважно сколько. Эта бомба поставлена. Ситуация 1 на 1 против Гардиана. И как же он действует. Просто это было что-то невероятное. Решил взять инициативу в свои руки. И так вот смог взять раунды своей команды. 1 на 1. Тут немножко повезло конечно B.A.G. Оставался Люркер на детской площадке практически. И сделал минус поджим по Рейну. По таймингу все складывалось хорошо. И Фейзы в принципе контролировали своих оппонентов. Потому что B.A.G. играли очень плоско. Они заняли мидл. Они даже не чекали туалеты. В итоге через коннектор просто стянулись на B. И Рейну еще поджимая лонг. Естественно контроль карты для Фейзов. Но в итоге за счет размена. Несмотря на красивые выстрелы от Нико. Команда B.A.G. все-таки взяла второй раунд. Посмотрим как будет дальше. Фейзы. Нельзя сказать что допустили ошибку. Но в принципе отыграли не оптимально. Плюс опять же где-то наверное даже повезло B.A.G. Посмотрим вот могут ли они взять серию раундов. Это очень важно. Учитывая то что противники находятся на плюс морали после начала. И они понимают слабость своих соперников. Потому что постоянно пушат. И зачастую это получается. Должны все-таки B.A.G. играть сейчас очень пассивно. И медленно потихонечку забирать контроль над картой. Потому что если будут играть быстро. То это не выход против таких ребят из команды FACE CLAN. Гардиан. Промах по сопернику. Там Киев тоже промазал. Обменялись только приветами снайперы обеих команд. Ну и 50 секунд до конца раунда. Идет перетяжка от Легии. И это уже нам говорит о том. Что это будет выход на точку А под расхидку. Три молотова. Рейн в туалетах. Под флешечку мы вообще будем... А, не в туалетах. Он на лонге. Туалеты уже под контролем. А здесь нужно прочекать. Важная позиция. Гардиан смотрит лонг. Его убивает Киев. Рейн. Нужно чекать Рейна. Гоуби выходит. Забирает Рейна. Провал у команды FACE CLAN. Тут есть единственный игрок команды FACE. Это Керриган. И он тоже отлетает. B.A.G. заходит на пустой аплэнд. Ну и олов вместе с Никой понимают то, что это уже провал команды FACE. А это переворот. Да, это уже мини-комбэк. Во всяком случае, заявочка от команды B.A.G. Потому что, ну, и экономика будет хорошая. Никого, если не потеряют, то вообще будет супер. FACE в закрытых позициях не смогли сыграть только что. Ну, вот некоторые, конечно, там были близко возле туалетов. Но, тем не менее, не сыграли вместе. Ну, а биг, вот то, о чем я говорил. Просто остановились. Все, давайте, ребята, посидим. Они нас пушат. Ну, давайте. Попушьте теперь еще больше нас. Третий раунд для B.A.G. Можно посмотреть, пожалуйста, на табуляцию. Найс, табуляция. Так, но деньги меня интересуют. А денег нет, кстати. Очень тут, наверное, даже хорошая история для FACE. Кланта, что они засейвили. Подожди, может... Нет, не может. Рейн может купить сам. Гардиан может взять фломастер. Ну и к Эрригану может прилететь какая-то UMP-шка. Но только такой сетап могут изобразить здесь фейс-клан. И что, покупают? Ну, скорее всего, да. Да, покупают. Покупают два ФАМАСа. Видишь, я даже чуть просчитался. Но с одним ФАМАСом угадал точно. Два ФАМАСа, две АМ-ки. А ВП... Ну, это нормальный сетап. Тут вопрос в том, что B.A.G. как себя сейчас будут вести. Потому что два раунда подряд это уже может быть звоночек для команды фейс-клан. Забирает контроль над коннектором. Террористы. Летит Молотов. Но мы-то знаем, что никого там особо нет из стана команды фейс-клан. Только Рейн, который отвечает за эту позицию. Ну и куда пойдет Биг? Бомба под точкой B. Возможно, будет врыв под флешки под Молотовы. На Зи. Кулафмейстер замечает соперников. Тут же нужно отходить. Подсадка под точкой B не сработала для команды фейс. Тапсен. Сделал Хаешка. Возможно, будет еще обратная подсадка с целью выяснить, где же все-таки находятся соперники. А тут тоже готовится очень интересный момент. Керриган подсаживает Алофмейстера. И тот будет близок к киллу. Оу, минус некс. Хороший буст. Рабочий буст, который B.A.G. судя по всему не контролит. Алофмейстер делает еще один минус. Хотя вроде Тапсен был близок к тому. Ну и все. Камбэк. Вот этот мини-камбэк на данном этапе от команды B.A.G. заканчивается. Уже два минуса. И здесь взять раунд 3 в 5 будет очень тяжело. Рейн просматривает туалеты. А там как слоны B.A.G. пробежали просто по лангу. И по-моему, об этом Гардиан, который стоит на дуге, он просто даже ни слухом, ни духом. Смотри. Ну, Рейн... Ну, гранаты уже сейчас просто спалят информацию. Да. Рейн должен забирать кива здесь, на самом деле. Они прочекают его. Тут не проверили полностью всю уборную ребят из команды B.A.G. И это да, это провал, на самом деле. Но Рейн все порешает, ребята. Покажите нам его. Минус легия. Бомба. Опять же, только сейчас поставлено. Врыв от Рейна. Дальше идет через туалеты. Минус кив и минус. Гоу, Биг Гардиан. За работой. 7-3. И ни одного девайса здесь защита не потеряла. То есть, все-таки, вот видишь, закупились. Да, вот где-то это было на грани. Но вообще без шансов развалили своих соперников. А все почему? Потому что Олаф на точке B как рыба в воде. Да, вот этот буст, который делают на B-планте, он такой, знаешь, вот буст, с которого ты сделаешь минус и всегда можешь уйти без размена абсолютно. Тебя очень тяжело разменять. Ну это разве что там, я не знаю, какое-то божественное вмешательство будет и противник с коннектора выйдет на чек вот этой позиции. Биг, на самом деле, возможно, даже сказывается отсутствие практики регулярно на этой карте. Потому что они при выходе с коннектора обязаны эту точку. Это вот как ты выходишь там с туннеля, который от монстра ведет, и ты должен чекать буст, да? Здесь то же самое. Ты выходишь с коннектора, ты должен чекать чела, который бустится на планте, либо просто на стандартном вот этом вот бусте, который возле граффити находится. То есть здесь Биг должны просто это все понимать и контролировать. Ну и Олаф Мейстер действительно как рыба в воде, делает два минуса. Никто его пока там наказать не может. И, как мы видим, на данном этапе он является фраг-лидером своей команды. Ну а у немецкого коллектива пока что особо никто не выделяется. Счет по игре. То есть у нас, понятно, что доминация команды Фейс. Некоторые раунды неплохие, залетают у Биг. Но при этом они залетают как? Почему? Потому что противники очень агрессивно против них играют. И Биг где-то их просто ловит на этом. Ну и Фейс-клан сейчас могут просто закрыться в бункере. И отыграть в ноль концовку этой половины. Нужно Биг что-то придумать. И неужели это? Ну пауза была. Да. То есть посмотрим работу и тренера. Работу капитана Гоу-Биг, который, несомненно, очень опытный. Это выход на точку Б. Скорее всего через Дикт летит. Также смог у нас на девятку. Нико работает за монстром. Там уже проходит один из игроков команды Пи-Айджи. Это Тапсон, который изверет Керригана. Но Нико дальше работает. Нико уже три минуса в этой ситуации. Нико дальше идет минус четыре. Кив последний. Дайте мне пятого. Говорит, где он находится? И есть же. Нет. Все-таки Гив его дожидается. Но все-таки свою работу Нико уже сделал. Так что он может отдыхать. Три в один, Кив. Да уж. Жестко Нико поработал. Жаль, что мы не все фраги видели. Там вообще такие прыжки были. Алексей, там с маками просто все отрезано. Мало того, что он убивает первого в зиге. Потом прыгает через мак второго, третьего также. И еще один прыжок обратный через мак четвертого. Да жестко, жестко. С АВП вот так вот стоя за колонной и делая такие фраги. Ну, это помнишь, у нас Гардиан делал такие хайлайты были? Да, да. Там были и садачи. Теперь другой Ковач подключается. Ковач. 8-3. Команда БИГ нашифровала. Мы видели, что она нашифровала. Она нашифровала заход сплит Б с отличной раскидкой. Но вся ваша раскидка нивелируется вот таким вот АВП от Ковача. Флико. Да, Флико, как мы его прозвали на карте кэш совсем недавно. Ой, Б-250 уже работает в это право для команды БИГ. Рейн пал. Но Гардиан отвечает вместе с Герриганом на машине. Капитан команды Фейс только одного забирает Легия. Тут же ответ. И то же самое делает Олаф вместе. Приходят на эту вечеринку и забирают только одного кило. И последний только Легия остается еще слепой. Умирает от руку Олафа. И все смотрелось очень опасно на самом деле в один момент. Если бы не Олаф, то все было бы не так. Да, Олаф отлично ворвался на хелпе, сделал очень важные минусы и в итоге принес девятый раунд команде Фейс Клан, в котором в принципе могли быть проблемы. У Фейс Зофф БИГ очень, видимо, застали врасплох Рейна, который просто отлетел там без шансов. И Словак тоже сыграл, не тоже, а нужно отметить, что он сыграл грамотно, отдал точку, отошел глубоко и еще и сделал фраг. Сейчас занимаются Шарики, снайпером команды Фейс Клан. Тут комбинация интересная на лонге. Рейн и Керриган поджимают эту позицию. Видимо, ожидают, что БИГ могут сейчас играть медленно и попробуют прочекать лонг. Ну а БИГ, мы видим, играют масс-коннектор. Тут три игрока в этой позиции, два игрока на детской площадке. И что дальше? Вот получат контроль коннектора. Куда пойдут потом БИГ? Пытаются выйти в мидл? Ну, уже была у нас подобная история. Выход на мидл. Ну, здесь также интересная комбинация от команды Фейс. Два игрока на длине, довольно-таки близко. И Гардиан, который отвечает за выход с коннектора. Возможно, здесь будет первая кровь в этом раунде. Рано или поздно Киев должен будет выйти вместе с Легием через эту позицию, хотя направляется первым номером здесь не они, а Тапсен. Ну и Гардиан должен понимать то, что здесь все не так однозначно. Нужно отойти на плент. Да, все-таки его отпускает, но тут еще смог только сейчас развеялся. И Гардиан должен давать информацию о том, что очень много игроков атаки находятся под точкой. Гардиан уже забирает Киева и дальше работает от Рейна, которого не прочекали. Тут Легия выходил на раскидку, уже ее не будет. Гардиан, минус 3 в этом раунде. Минус 4. Последний залетает. Невероятный хэдшот по Тапсену. 10-3. И вот то, о чем я говорил буквально несколько минут назад, что могут закрыть в ноль в бункере. Да, так и произошло. Вот смотри, даже только что BHG проанализирует раунд. Они заняли коннектор, они вышли в мидл. Они даже особо не чекали туалеты. То есть пошел один человек на лонг через туалеты, и он даже не ожидал, что там два человека сидит оппонента. Они даже не подготовили платформу для захода А. Они что думали, пойдут 5 дуга, а потом один выйдет поздним сплитом через лонг? Ну это так не работает, BHG. В итоге они вышли на тир к пацану, который там не мажет. И на самом деле Гардиан, как мы уже говорили ранее, он на оверпассе в этой позиции очень хорош. Так, а куда выходить вообще? У вас там Нику на бэй сидит с ВП, и здесь Гардиан. Два ковача просто. Как вообще играть? Когда вот так прет этих ребят, то действительно не завидуешь командам, которые выступают против Фейс Клан. Однозначно. Здесь только пистолеты перед последний раунд первой половиной от команды B.I.G. Вновь очень медленное начало. Но дело в том, что Фейс Клан уже научились не пушить в этой игре, потому что, ну, поняли, если они так будут дальше действовать, то можно просто разбазарить все преимущества. Олаф Мейстер просматривает монстр. B.I.G. делает ЭКО с П-250-ми. Очень много раундов они отдали. У них там сейчас денег насыпает за каждый проигранный раунд довольно хорошее количество. Там, по-моему, 3-400. Ну, и B.I.G. сейчас очень тихо, очень аккуратно могут зайти в спину Никона. Нет, Керриган все-таки страхует. Выход на Доулаф Мейстера. Что-то по стрельбе не очень зашло. В итоге он делает только минус по Тапсу. Но B отвечает. 3-3 ситуация. B.I.G. пытается зайти на B. Таплэнд здесь отличная работа от Керригана. Ну, и Рейн сейчас сделает минус по Нексу. 11-3 экономический раунд. В какой-то момент вроде был перспективным для B.I.G., но закончилось это все печально. Опять Легия что-то вообще не выделяет. Ну, тут вся команда, в принципе, наверное, уже не важна. Ты знаешь, вот я в предыдущем раунде задавал нам вопрос, как вообще справляться с этими Ковачами с АВП. Ну, только Киев может спасти команду. То есть вражеский снайпер может действительно помочь в этой ситуации. Только АВП. Ты знаешь, мне кажется, ну, то есть я понимаю твою мысль, но дело в том, что мне кажется, если взять вот в целом, проанализировать команду Фейс Клан, то ее нет смысла перестреливать. Ну, это бесполезное занятие, потому что там очень тяжело перестрелять, как бы, одних из лучших в мире стрелков в принципе. Здесь должна быть хорошая подготовка именно к команде и именно к карте. Потому что если вы не можете зайти на А, то есть не можете там условно изолировать как-то Словака, да, у вас нету, у вас, ну, посмотри, ну, нет платформы, ну, нету. Они что-то вот они занимают middle, и дальше начинается хаос. Вот попытка пройти дугу, попытка пройти туалеты, нет хороших смоков. Я не видел от B&G смоков на А, я их не видел. Ну, пока нет, стены этой, которая закрывает полностью вот все, что за плентом, это да, этого еще не было. И здесь это действительно очень важную мысль затронул, то, что подготовка оставляет желать лучшего. Но, с другой стороны, ковачи, они довольно-таки агрессивно пикают, и за это тоже нужно наказывать. Это не получается сделать пока что. Есть посадка за смоком от Киева, пока что никого не может заметить, но здесь все закрыто, команды фейс-клан. Тем временем бомба, подходит по длине, три игрока, находится Гардиан. Вот видишь, Саш, только ногу заметил. Да, то, о чем я тебе говорю, это прохладная история, пытаться перестрелять. Ой-ой-ой, ковачь, с липучим забирает еще и Тапса на Некс, пытается разруливать эту ситуацию, не получается пока что. Воу, Легия, уже есть фраг по Олафу, ситуация 2 в 2, так что можно дальше уже выходить на победу в этом раунде, но Гардиан минус 3, возможно даже Эйз сделать слова в этом моменте, врыв под фешку, Сашка в руках, но Некс забирает его и с липучим, добирает Керригана, который пытался ворваться через халпу. 4, 11. Но Гардиан он файр. Гардиан сейчас отыгрывает за два не самых таких хороших дня в своем исполнении. Да, ну можно сказать, вот они не играют, там сыграли 4 карты, и на двух картах он совсем плохо сыграл. Ну не то, что совсем плохо, но плохо, да, для мейн снайпера команды фейс. А на двух картах на одной сыграл хорошо, это был оверпасс, а вторая, ну сыграл так, в среднем, то есть не выпадал из команды. А здесь вот уже пятую карту мы смотрим, и это именно вот видно, что слова конфайр, просто и жжет, напалмом просто поливает. И Нико тоже, конечно, второй Никовач тоже просто... Его минус 4, вот это на Б, это я хочу еще раз посмотреть просто вот отдельно от его лица, потому что мы видели только от лица соперников, как жестко они падают от него, как они ничего не могут сделать против этого АВБ за монстром. Интересная игра. Ну вот биг, да, вот сложности в атаке. Мы просматривались каждый раз, вот контроль мидла, вот сначала, ты знаешь, как по одному сценарию, вот как роботы запрограммированы, типа как выходим, да, все правильно, ну а дальше делать не получается, потому что, ну, не хватает дальше раскидок, не хватает дальше какого-то, может быть, интересного решения. Вот не было, вот как ты уже сказал, хорошей раскидки на точке А, где закрывается все с маками, и по сути АВП там, АМ-ки могут действовать только с машины где-то, где-то за дефолтом, но вы отдаете врагу поставить бомбу. То есть у нас с командой, которая играет очень активно карту оверпасс, они всегда этот раунд, ну хотя бы раз за атаку сделают, потому что нужно проверить, как враг будет на это реагировать. А здесь реакции никакой не было, потому что и раскидки не было. Мы только один гардиан, который, ну, Киева здесь съел, Нику Киева съел, но здесь даже не о Киеве речь, здесь о всех ребятах из команды Биг, так что фейс-клана... Саша, это прохладная история, перестрелять фейс-офф, это просто, ну, ты так не возьмешь. Тут надо быть умнее, хитрее, и у тебя должна быть подготовка. Возможно, связано это с тем, ну, такая не самая хорошая игра, с тем, что там немножко изменили систему пика бана карт, если ты помнишь в прошлом сезоне. Они поменяли ее с того, что было три карты в приоритете, сейчас четыре карты в приоритете, и вместо бана одна из команд двух карт банит только одну карту. То есть, возможно, там как-то, ну, как-то вот это повлияло. Знаешь, что вот мы видим, что играют оверпасс, хотя явно, наверное, не собирались его играть или не хотели его играть. Ну, то есть, сложно. Да, оверпасс, да, но с другой стороны, дальше трейн. Ну, вы же все-таки не баните этот оверпасс, значит, против команды фейс вы видите другие карты, на которых могут быть проблемы, правильно? И это уже решение команды B.I.G. Именно так провести это вето. Это интересно. Вот я, если честно, пока не видел карты на этот матчап, я не думал, что будет оверпасс вообще. Так что это для меня было, ну, кое-какое удивление. Но пока без удивления с точки зрения счета. Команда фейс доминирует. Ну, и Викто, в принципе, в последнее время не очень играет, так что это ожидаемо. Второй пистолетный раунд. Поехали смотреть, атака от фейс клан. И большинство из этой команды направляются на длину, в то время, как только один Рейн находится в коннекторе. Это тоже интересно. Рейн там под точкой АБ будет работать. Киев, врыв от него на длину, минус Олаф Мейстер. Дальше очень агрессивно играет игрок защиты. Киев, еще один минус по Керригану. И тут не могут его зажать, только сейчас Рейн подключается и, наконец-то, успокаивает Киева. Ситуация 3 в 4. Есть USP, а Рейн с этим пистолетом очень опасен. Здесь нужно быть аккуратным. Леги, и в итоге он отлетает от Гардиана. От Глака Гардиана. И ситуация 3 в 3. Фейзы сейчас могут даже перетянуться на точку B. Есть позиция в коннекторе у Ника. Ну и Тапсон уходит на девятку. Тапсон. Пока что без информации по точке B. Некс за дефолтом. Напоминаю, что это единственный носитель дефузов команды BIG. Ну что ж, бомба до сих пор на длине. Летит флешка. Некс прочекает позицию. Гардиана, скорее всего, не заметил. Тот словил хороший тайминг. Откидывает бомбу. На всякий случай. Но терять ее ни в коем случае здесь нельзя. Но Некс просто будет играть на чек. Таким образом, создавая эффект присутствия, еще и флешка прилетела. 35 секунд до конца этого раунда. Перетяжка идет от Ника. Уже она нам кричит о том, что будет все-таки выход на точку. А там два игрока. Никто никуда не перетягивался. Некс вместе с Го Би. Вернее, да. У Некса есть щипчики. Ну, наверное, уже в такой ситуации это не так важно. Флешка неплохая. А слеп. Тут Рейн делает минус по Го Би. Некс отвечает по Нико. И тут же пытается еще и Некс сделать минус. В итоге ситуация 2 в 1 для Тапсона. Он будет идти с хелпы. Очень-очень медленно, очень аккуратно. Должны ему сейчас сказать тиммейты, что были щипчики. Где они были. И очень тяжелая предстоит сейчас ситуация для Тапсона. Бомба стоит на туалетах. И оппоненты ушли сюда. И сейчас будет просто его задергивать. Да, очень тяжело на самом деле. Еще там в углу один противник находится. Хэдшот. И Тапсон на самом деле не отпускал дефуз. Тапсон просто решил... То есть он просто приседал. Странное решение, конечно. Он решил просто на морозе раздефузить против двоих. Ну, я бы сказал Найстрай, но нет. Ну, да. Тут, конечно, вопросы определенные к Тапсу. Ну, просто приседать начал. Ну, почему бы и нет. 4-12 пистолетный раунд в пользу команды Фейс Клан. Но здесь, ты знаешь, Алексей на точке А все-таки в ситуации 3 в 3 не хватило фрага от Го Би. Потому что он находился в туалете. Он должен был поддерживать Некса, но там совсем уж не залетело. Да. Фейзы закупаются. Мак-десятка у Олаф Мейстера. Керриган с UMP. Рейн также с UMP. Галил и Калаш. Такой вот сетап у команды Фейс Клан. Они занимают лонг. Там есть скаут от Некса. Нет, скаут как раз-таки от Некса стоит на дуге. А в туалетах есть Кив. Он играет с СЗшки. Пистолет, который на ближней дистанции. Под флешку у человека ходит Фейзы. Но это не помогает. Это флешка. Киву совсем чуть-чуть не хватает. Он все-таки забирает Гардиана, но Керриган разменивает. Ситуация 4 в 4. Есть информация для B&G. Они стягиваются полностью на плент. Ну и что? Фейзы не собирается переходить на B-точку. И, возможно, будет дальше двигаться в сторону A. Знаешь, тут этот сетап очень агрессивный такой. Может сработать от команды B&G. Скаут плюс диклы. Просто будет, опять же-таки, все зависит от того, как работать. Намечен Некс. Сейчас Олаф Мейстер вместе с своим тиммейтом на длине. В то время как два игрока команды Фейз Клан также находятся возле уборной и коннектора. Тут близкие дистанции. Все-таки решили забрать себе под контроль B&G. Во всяком случае, Гоби будет очень агрессивно играть под смок. От него будет многое зависеть. Его замечает на радаре. Рейн тут же забирает. Это ошибка на самом деле. Выход продолжается на точку A. Олаф Мейстер получает флешку. Легия работает с деглом. Минус Керриган. Можно дальше выйти. Легия. Ой-ой-ой-ой. И там ошибки на самом деле от команды Фейз также очень сильно проседает. Еще и Нико. Олаф Мейстер последний. Ситуация 1-2 будет тащить. 1-1. Ситуация против Тапса на 76 кб. Вот этот его не отпускает. У-у-у. Команда Биг все-таки ответила. И то, о чем я говорил. Скаут плюс деглы. И очень часто этот сетап работает. Да. Очень круто здесь сыграли в итоге B&G. Вот мне не понравилось, что сделали Фейзы. Фейзы получили размен. В итоге стояли-стояли. Б никак не фейковали. Даже не прочекали этот плент. И решили просто идти на А. А на А вот там как раз-таки на форсбаях пистолеты. То, что, конечно, сделал просто человек со скаутом, это никак нельзя описать просто логически. Но, тем не менее, вы, когда заходите на А, там нужно хорошо поработать по гранатам. И с точки зрения синхронности у вас должен быть хороший выход. Потому что в итоге видишь, что происходит. Они заходят и какой-то хаос просто вокруг. Просто хаос. Это просто хаос. Гопи стоит возле туалетов. Интересно, он ждет у Трейна вообще? Какая позиция интересная. Гопи, да, забирает соперника. Пока что нет размена, но будут загонять. Но Киев тоже будет помогать своему тиммейту. Так что нет выхода у команды Фейз, как только выходить на кроссфак соперника. Это уже четвертый минус. Нико только одним ответил. Нико будет жить до последнего. Будет умирать как герой. Тапсон его забирает. 6-12, двойной перевес по раундам у команды Фейз, клан. Вырисовывается очень интересная встреча. Учитывая то, что команда БИГ. Да, мы с тобой отмечали, не самым лучшим образом играет карту оверпасс, но в защите им будет легче однозначно. Думаешь, это камбэк от БИГ? Но пока что рано говорить, учитывая то, что у нас все-таки у команды Фейз очень сильные стрелки, которые могут вот один раунд там какой-то жесткий нашифровать не получится, а потом просто на скейте вылететь на точку Б и расстрелять. То тут не стоит загадывать. Киев, два минуса уже на коннекторе, так можно идти подальше. И забирать соперников, да, получается минус 4 от Кива, просто уничтожает всех. Давай эйс, эйс, эйс. Все-таки красный ловпестер и тут на всех парах идет Гоби, который почему-то решил не отдавать этот самый эйс, но Киев там просел, не захотел умирать. Ладно. У нас, ты знаешь, вот много эйсов, но согласись, что у нас квадрокиллов тоже очень много. Просто реально каждый день мы просто видим какой-то парад вот именно фрагов, волны фрагов от какого-то определенного исполнителя. Ну что, фейзы играли эко, сейчас у них уже закуп, ну и 7-12. Тут, если фундаментально ничего не изменится в ближайшие несколько раундов, тут действительно можно будет говорить про камбэк от команды B&G. Олаф пока что в одиночку выходит на контроль медла. Два игрока команды фейс-класса спускаются через коннектор. Рейн подходит тоже для огневой поддержки в случае агрессии от контур-террористов. Ну и тут Тапсон в коннекторе дает инфу о том, что большинство игроков команды фейс, он может услышать сейчас на точке B. Идет раскидка, Киев уже забирает Нико. Тут Тапсон врывается под флешку. Ой-ой-ой-ой-ой, какие тайминги все-таки будет забирать. Сейчас косить. Нет, только одного Гардиана забирает, но там Нэкс разбирается с Керрганом, Рейн и Олаф Мейстер в ситуации 2 в 4. Тяжелейшая. На самом деле она для них, Олаф спускается в коннектор, но, наверное, попытаются ребята забрать контроль над этой точкой и потом уже попытаться куда-либо выйти. Но там еще посмотрите на Гоу-Би, где он находится. Тут закрытый фейс. Он вот этой своей позиции контролирует здесь полкарты. Смотри, он смотрит детскую площадку, фонтан, еще и чекает коннектор. Сейчас он убьет Олаф Мейстера. Ээ! Ээ! Что? Что это? Гоп! Ээ, гоп! Что это было? Ну, ничего. Вас издаст. Это UMP-45, которую понерфили, скажем так. Не, ну, конечно, если ты делаешь стрейф и сразу нажимаешь кнопку и не отпускаешь, хотя бы попытаясь пострелять короткими очередями по 3-2 патрона, то да, можно говорить о нерфе. Это вопрос. А купи все равно, посмотрите, я все равно переиграл. Да, нашел своего, того же нашел. Да, вот он. Так его, Рейн, выход на точку Б, забрал Легию. До этого, кстати, могли и не доводить ребята из команды Биг. Все-таки не досмотрели выход. Рейн заберет еще одного. Минус 2. 17 хп. Бомба будет поставлена. Го Би вместе с Киевом. Если Го погибает, то это все. Не, там трехочковая просто летит под ноги. Последнему бойцу команды Фейс 8-12. Три минуса дали все-таки ребята из команды Фейс. Немного подпортили экономику соперникам. 4-2 была ситуация. Минус 2-2, да, меньшинство там было. Тут просто Рейн выехал и сообщил о том, что все-таки не стоит его списывать со счетов. И не стоит списывать со счетов команду Би и Джи? Да. Которая пока, ну, ты знаешь, вот оружейный раунд отлично отыграли. Антифорс раунд они тоже сыграли очень качественно. Проблемы у Фейзов просматриваются. Фейзы пока, сколько там они у нас взяли? Один раунд в атаке. Да. 4-11. Такой счет был у нас после первой половины Киев. Агрессия. Флешки там откидывает тиммейтер. И Киев там не попадает еще и Го Би. Ошибается против Рейна, который ведет свою команду вперед. Просто локомотив сейчас мчится на точку от команды Фейз Клан. Олаф Мейстер на длине. Тут Киев под смог будет работать. Он слышит Олафа. Ну, слышал, во всяком случае, как тот двигался по его направлению. Будет пропускать его. Рейн. Есть. К-47 на руках. Пытается в антапе забрать соперника Легия. Отработал на Керриган. И Рейн. Еще один минус будет. Да. Рейн будет спасать свою команду. Минус уже три. В этом моменте два игрока команды Би. И Джей остаются Киев вместе с Легией. Бомба стоит. У них очень мало шансов. Легия там не может выйти после фрага по Киеву. Тоже была информация после килла у Лофмейстера. Ой, ой, ой. Ника еще есть скаут. Сейчас он просто не выпустит Киева. Не попадает. Киев делает минус по Нику. Нужно делать. Дальше продолжать ретейк. Рейн. Рейн в этом раунде уже сделал просто квадрокилл. Возможно, это будет эйс. Но нет. Киев забирает Рейна. И слышите, второй Гардиан все-таки берет этот экономический раунд для команды Фейскланд. Ну вот. Что происходит? А что сделали просто Фейз? Они просто тупо запушили мидл. Я же тебе говорил, Алексей, то, что вот не будет работать какая-то тактика. Давайте, поехали просто на одной из позиций. И это получилось. Просто быстрый выход на стрельбу. И здесь уже даже, ну, не так понятно, что там молодцы ребята с команды Фейс. Они априори молодцы, что они такой раунд взяли. Но вот к Биг, вопросы. Киев, который промахивается в легких ситуациях. И Гоби, который отдается возле туалетов. Да, это провал просто. Это реально провал. Ну, то есть это провал. И это, опять же, болельщикам команды Фейскланд нужно понять одну простую вещь. Что то, что вот они берут такие раунды, это будет происходить. Но это не будет происходить всегда. Другая команда просто такого не будет дозволять. Она просто не будет позволять вот таким вот образом играть. Это нужно. То есть у команды Фейс решение проблем, знаешь, какое. Закупимся, побежим. Побежим в пятером. Ну, ребята, ну это современный Counter-Strike. Здесь это, ну, Би и Джи там, да, не законтролили. Но остальные просто не позволят вам так играть. И видно, что у команды Фейскланд пока, ну, не просматривается каких-то альтернативных, ну, хороших решений. Качественных решений. Да, раунд взяли, молодцы, против Би и Джи все хорошо. Но вы же, у вас же чемпионские амбиции. Вы должны показать что-то более интересное. Ну, и Би и Джи, конечно, это фейл. Вот этот вот прием. Хотя, вот видишь, Киев отошел, он откинул молотов хороший, в который не могли зайти и его загнать. За смоком он отморозился. В итоге он сделал минус на ланге. Зашел в спину Олаф Мейстеру. И это сработало. Только на момент Киев. Какой промах. Заметил локоть соперника. Тут будет выход на Киево. Он забирает одна, как Эрригана. Ну, вот нет. Размеренно пока что от еще одного игрока Олаф пытается его задергать Киев. В это время просто как бульдозер будет его пушить. Флешка прилетела. Господи, сколько это будет продолжаться. Наконец-то и скилл. 3 в 3 ситуация. Выход на точку. Рейн отлетает от Легии на машине. Тот работает с ВП. Гоби отлетает от Гардина. Ситуация 2-2. Гардин пытается забрать Легию. 9 секунд. И как раз на рунда. ВП забирает соперника. И последний у нас Некс, который очень далеко. Но он, возможно, здесь не читается. Но бомба стоит на банк. Рейн или Боза должен читаться. Потому что должны прочекать длину сейчас игроки команды Фейс. Да бомба просто стоит на банк. Там уже без шансов. Еще и Смок сюда прилетает. Все. Но сейчас через какое-то время даже Олаф, наверное, поймет, что нигде не засветился их оппонент. Вероятно, это... Лонг. Да, прилетает Молотов. Есть информация для Олаф Мейстера. И Гардиан делает минус. Вот непонятный мув только что был от Гоба Би. Ситуация 3-3. Он выходит за плента, полностью открывается. Его просто убивают в спину. Ну, Гоб Би уже не первый раз показывает такие фейлы. 14-8. Берется пауза. И, возможно, эта пауза как раз-таки берется командой BAG для того, чтобы как-то, не знаю, поздновато, конечно, на самом деле, что-то исправлять. Многое дали. А видишь, потенциал был неплохой. Проиграли пистолетку, взяли форс, потом 4 раунда подряд и опять отдали эко. Денег очень мало, но понятно, что нужно покупать на самом деле сейчас в этом раунде. То есть, тут без вариантов. Слишком далеко уже ушли соперники. 8-14. Нужно как-то вот предотвратить их выход на матч-поинт. Соответственно, да. Сейчас посмотрим на то, что в руках будут иметь ребята из команды BAG. Ну, не самый лучший набор. Но на оверпассе понятно, что всякое может сработать. У нас и дигл вместе со скаутом стакаются неплохо. Тут МАК-семерка от Гоби ЦЗ. The Next Kiff будет с М4А4. Самый жесткий девайс как раз-таки у штатного снайпера команды BAG. Легия, выход от него целится в голову. А как не попал? Как-то так. А как? Форсиат BAG минус уже Легия. Есть М, которая отлетает также в туалетах от Рейна. Ну и все. На ровном месте. В минуту 30 BAG уже теряет двух игроков. Поплыли немцы. Надо уже загружать Трейн. Загружать Трейн и пытаться на Трейне. И загружать себя. Да, и загружать себя. Да, это точно. Выгружать оппонентов. Так, Рейн действует довольно агрессивно. Учитывая то, что еще и красный. Но уверенность этого парня непоколебима. Гоби возле Банана откидывает Смог. Там, кстати, флешка полетит на чек от Тапсона. Гардиан его как раз-таки пытается тут вычислить. Лофмейстер уже очень близко. Прочекает тоже Тапсон. А куда флешка летит, если Смог очень близко? Хочется спросить у команды B.I.G. Стоят Фейзы на подступах к пленту. Делается минус на пленте. Это Тапсон. Гоби. Здравствуйте. Здравствуйте. Два минуса от Гоби. Два в три ситуации. Выпытает бомба. Но в итоге Лофмейстер все-таки на развороте. Забирает Гоба Би. И Нэкс последний со скаутом стоит за машиной. Но сейчас, скорее всего, просто отсюда выплывет. Да, 15-8. Это матч-поинт для команды Фейз Клан. Но были все-таки предпосылки к камбэку команды B.I.G. Да, то есть некоторые моменты мы с тобой отмечали. Защита все-таки легче на карте оверпасс. На любой карте Биг в защите показывали класс. Но здесь вот тот самый раунд. Пусть запомнят и будут, опять же-таки, не знаю, просматривать еще раз в демке его. Потому что он этот самый раунд с пистолетами от команды Фейз, он похоронил. Против Фейзов надо играть максимум концентрации каждый раунд. Даже если это 5 глаков. Они все равно очень и очень опасны в таких вот раскладах. Особенно, когда они раскованы. Когда они играют, знаешь, вот в свое, типа там, Бей-Беги. Вот здесь особенно нужно это учитывать. Два скаута, Леги и Кив. Мы знаем, что со скаутами команда B.I.G. очень хорошо работает. Действительно, они уже брали не один форсбай в таком сетапе. МК от Тапсона, Гобби играет с Диглом и Next с ЦСшкой. Керриган уже гуляет до точки Б, здесь просто все перекрыто. А Нико находился уже возле монстра, просто выход от него минус. Один чел на B просто нормально. Проблема команды B.I.G. минус также от Нико. Залетает по Тапсону. Кив вместе с Легией последний скаут и АК-47. Ну, скорее всего, это путь в никуда от Легии. Керриган его забирает. Кив последний скаут, который не сработает в этом раунде. 16-8 победы команды Фейз Клан в рамках оверпасса. Мы не ожидали, наверное, Алексей, другой позиции команды. Другого результата. И хотели все-таки, чтобы Биг поборолись, но не получилось у них. И их только что переехали. Четыре раунда в атаке – это тоже маловато для камбэка. Как бы там ни было. Хотя, опять же, был потенциал. Взяли форсбай, взяли четыре раунда подряд в дефенсии. И, в принципе, как ты и говорил, что если бы не этот фейл… Ну, ты знаешь, если бы не этот фейл, то другой фейл. Если бы декабы, да. Я тебе сказал, что если у фейс начнутся проблемы, то будет вот такой раунд, который поломает. Ну, скорее всего, команду Биэйджи. Он, собственно, и поломал, да. Произошло. С тэками там, с ТЗшками, по 200 взятыми выехали и развалили своих соперников. Ну, следующая карта будет вроде как интереснее, потому что это уже где-то более удобная арена для команды Биэйджи. Это трейн, на котором они, в принципе, могут тебе показать, на котором есть где развернуться. Но, с другой стороны, как мы всегда с тобой говорим, трейн – это карта АВП. А у нас уже на оверпассе было два АВП, которые уничтожали команду Биэйджи. Да. Вот, так что, ребята, посмотрим, кто кого. Последняя карта совсем скоро. Не переключайтесь. Биэйджи против фейсклан на поездах.